На поверхности трофобласта существуют специфические для трофобласта не классические антигены тканевой совместимости, то есть это HLA-G наиболее изученные, HLA-F и HLA-E или HLA-E. Эти антигены редко встречаются на других тканях, в основном они присутствуют только на трофобласти, поэтому они называются неклассическими антигенами тканевой совместимости первого класса. Из классических антигенов тканевой совместимости первого класса есть экспрессия HLA-C антигена на поверхности трофобласта. Эти антигены первого класса тканевой совместимости HLA-A, HLA-C, HLA-G, HLA-F и HLA-E являются сигнальными молекулами для материнского организма для того, чтобы материнский организм понял, что речь идет о беременности. То есть это специфические сигналы, которые находятся на поверхности клеток трофобласта плацентарных млекопитающих, по которым материнский организм волось матки, узнает, что это именно беременность, а не какая-то там чужая ткань инвазивная или микробная ткань. На поверхности клеток киллеров, естественных клеток киллеров матки UNK Cells существует целая группа рецепторов, которые относятся к так называемой группе KIR, то есть Killing Inhibitory Receptors. И вот эти вот рецепторы KIR, они видят на поверхности трофобласта свои леганды, то есть это HLA-C, HLA-G, HLA-F и HLA-E. И как только они соединились с этими легандами, они выключают свою киллерную активность. И вот эти вот очень злые, очень жестокие и абсолютно безжалостные клетки, сталкиваясь с трофобластом, вдруг понимают, что здесь что-то не то, это маленький эмбриончик, который нужно сохранить, помочь ему развиваться и так далее, и так далее. И грубое сердце солдата здесь мягчает очень сильно, и эта клетка становится совершенно другой клеткой, который начинает производить целый ряд цитокинов, которые характерны для клеток, которые поддерживают рост. В частности, трансформирующий фактор роста бета, очень значимый цитокин и другие факторы этой же группы. И таким образом вот эти вот естественные клетки киллеры, взаимодействия контактным путем с клетками трофобласта тоже обеспечивают существование беременности. Ну и большую роль играют также различные клетки, которые различные клетки, которые связаны со слизистой оболочкой матки, в частности, децидуальные клетки. И вот, собственно говоря, нормальный баланс между вот этими клетками TH17, Т-регуляторными клетками, естественными клетками киллерами, децидуальными клетками и трофобластом обеспечивает нормальное восприятие материнским организмом трофобласта, сохранение беременности, поддержку беременности, не атаку беременности и нормальное существование беременности на протяжении достаточно большого периода времени, то есть вот этих девяти месяцев, которые идут.